здравствуйте дорогие мои друзья я рада вас приветствовать на своем канале меня зовут ольга фамилия курунова давайте пройдемся и посмотрим на вторую часть моих вязаных изделий то что я нашла остатки с интернета то чего нет в одноклассниках эти работы у меня только либо на фотографиях либо на компьютере я их не выставляла в сеть поэтому приятного вам просмотра спасибо что вы со мной вот такую беретку вязала я для своей коллеги на работе не знаю ни описание сейчас ничего потому что ввязалась это все давно ничего я не записывала связала в одном экземпляре и забыла про то что они были вот так вот она смотрелась это тоже коллега по работе заказывал у меня жилеточку у нее была пряжа своя она меня очень просил из нее связать пряжа не знаю какая была мне с ней работать конечно очень не понравилось но надо значит надо надо было человеку помочь я ей помогла мы связали с ней вот такую жилеточку ну и она носила ее довольно таки долго года два она носила а потом она ушла на пенсию и я думаю что она до сих пор и носит потому что она и нравилась эта жилеточка не ходила частенько на работу это тоже жилетка для моей коллеги но вот так завязанном виде она ее не носила потому что так мы завязочки для просто так сделали скажем так она и всегда на распашку ей не нужно было сюда добавлять половинки она сказала что мне вот мне надо так чтобы было вот такие вот видите какие крупные здесь мотивы два вида мотивов очень крупные такие огромные но интересно она смотрелась хорошо завязанном виде конечно ну не совсем а вот в распахнутом очень даже интересно на различного рода цветные вещи такого тигренка я вязала своей доченьки в подарок помните я вам показывал уже игрушечки до которые я вязала вот как раз она стоит целой кучей игрушек тоже я решила сфотографировать эту фотографию перефотографировать вам показать вот так вот мы их любили на этой фотографии тоже моя постоянная клиентка которая обожает вязаные вещи носит их в большом количестве снабжает ее этими вязанными вещами вернее снабжаю я вот такую беретку мы с ней тоже вязали это я параллельно связала две беретки одну беретку той девушки первую и вторую вот эту тоже нет по-моему здесь была пряжа коко но могу ошибаться не помню девочки а вот тут вы видите как выглядит моя кофточка которая вам уже показывала на своей хозяйке то есть это уже не на мне она хозяйки вот видите тоже моя постоянная клиентка которая у меня выпросила эту ковтюлю сказал я ее буду носить и носит ее дать до сегодняшнего дня вязала я ее в десятом году наверное девочки на где 9 лет коко print пряжа это вязалось тоже постоянной клиентки нет и девушки которые на фотографии на другой вот такая сеточная джемпирог такой из сетки крючком по моему столбиками воздушными петлями из 5 воздушных петель сеточка и вот такие вот звездочки по рукаву здесь мы мерили на топ а вообще этот сеточку носится на водолазочки на футбол очки на маечке смотрится красиво я вязала таких две одной клиентки две штуки одну черную другую красную и ту и другую она с удовольствием носит до сих пор вот эту накидку я вязала своей свекрови очень красивая накидка вы наверное ее видели в интернете я не помню девочки называется но если нужно я схему могу найти у меня она где-то есть распечатанном виде очень красиво эффектно смотрится у меня свекровь только в больницу ходила в такой штуке это у нее был как выход в свет маме я вязала такую еще в общем я посчитал я их пять штук связала одинаковых но из разных ниток и разного цвета но всего я связал их 5 и все носили с удовольствием все шортики для моей дочки катюши домашние шортики она была маленькой попросила шортики носиться дома вот мы простые скромненькие по моему узор колосок это вязание спицами по моему спицами или похоже на крючок да девочки наверное все таки это крючок в общем я совсем не помню как это вязалось я не записывал в свое в то время свои записи не вела это наш прошла наша собака в своем костюме про который говорила ирина казарчук канал и ирина казарчук вижу напомните она рассказывала как раз про этот костюм это единственная фотография где запечатлена вот это вот туничка на кате там еще внизу футболочка я и вязала два таких комплекта один розовый он еще потом будет дальше и один вот этот вот оранжевый но к сожалению нет хороших видов фотографий чтобы вам показать а про эту кофту вы ее уже видели да я снимала один из влогов в саду сидела в этой кофте который у меня посерела которую я теперь не ношу только в саду вот эта кофта как она смотрелась самого начала когда я связала кстати здесь еще и сумочка моя то которую я вам показывал вот так вот она выглядела красивый у меня мотив одна девушка коллега тоже с работы забрала сказала хочу связать такую себе можно игру конечно можно ничего страшного нет здесь у меня ребятишки обвязаны это катюшка в платьишке с ромашками плохо видно с полосатыми рукавчиками и сынулька в джемпере на джемпере вышита собачка это котенок только родилась у нас вот такой комбезик у нее был тоже из остатков пряжи я вязала простой гладью и здесь пушистая ниточка кофточка внизу сверху вот такие штаны связаны на толстых спицах он воздушный воздушный невесомый был вот этот комплект пинетки из карачаевской пряжи видите их видно что они грубые а этот вот прям пушистик пушистик нежненький был это никитина еще шапочка но уже на кати надета котенок плачет в деревне и сидит в этой шапочке в никитиной вот никита в той кофточке на которой вышита собачка ну собачку к сожалению не видно нож решила с вами делиться всем что имею вот пожалуйста это шапа шапка катина здесь видите поперечные коса от нее идут ушки и сверху шапочка сейчас будет и вот искать и катается с дедом на коньках но здесь наверно совсем плохо видно наверное неудачно я взяла нужд девочки простите как есть катюшка это здесь я ей и шила вот у нее видите из моей туники скажем я ей сделала юбочку топик коротенький но это делал не относится шапочка я ее назвала французской шапочка она полностью связана сеткой и вот так видите по ободу головы идут цветы вот как тот оранжевый костюм но немножечко рисунки другие здесь маечка внизу вот с этими ананасами что-то у меня в голову горле першит простите меня пожалуйста как начинаю снимать видео так пишет в горле и рукава с ананасами это уже на кофточке сверху и простой рисунок это у нас катя с папой нет это не катя прошу прощения это никита это у меня сынок никита в таком это тоже никита у нас пола кофточки и штанишки в такой шар да вот это из какого-то журнала я тогда брала вот такие мы были молодые страшненькие но молодость есть молодость как давно это было вот никита лежит видите какой красивый штаны какие яркие красивые кофточка полосатая такое солнышко солнышко было вот поближе этот костюмчик он связан был по моему глади до глади и точно внизу резиночки на рукавах резиночки а все остальное гладью связано бенезон без ручек очень удобная штучка очень удобно и мы носили его долго и жарко значит мы немножечко без кофточки носили вот то береточка на никите уже кофта здесь тоже синие вязаная брюки шиты 90-е года носить было нечего денег не было покупать вот простите за мои такие слова шапочка вот опять мы видим ее потом ее катюха до нашего еще была такая кофта вот эту кофту я распустила связала катя шорты здесь кофта связано косами широкими красиво смотрелось хорошо но быстро вырос а это про платье целая история я рукава к нему связала за ночь саша ушел на работу в ночь а мутром надо было идти на день рождения ну все девочки мои хорошие это все я отдыхать должна с вами попрощаться до новых видео пока пока